Газкомпания «Газпром» признала, что у нее начались проблемы из-за стремления «Нафтогаза» арестовать российские активы за рубежом. Представители российской компании указали на то, что именно украинская сторона стала причиной описи российского имущества в Швейцарии. Об этом они сообщили и о новости «Газпрому». Стало известно, что «Нафтогаз» Украины предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения стокгольмского арбитража 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту, говорит Компания отказывается комментировать инцидент до получения официальных документов. В украинской компании признали, что опись имущества российской компании в Швейцарии проходит именно по заявлению украинской стороны. Несмотря на действующее решение суда и своевременно произведенную «Нафтогазом» предоплату, «Газпром» отказался возобновить поставки НАК 1 марта 2018 года, как было условно, а также не заплатил 2,6 миллиарда долларов. Зато российский монополист начал оспаривать решение арбитража в шведских судах, выдвигая необоснованные претензии и инициировал новый арбитраж, пытаясь отменить результаты предыдущего, говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз». Настаивает, что обжалование «Газпромом» решения стокгольмского арбитража не должно влиять на исполнение решения международного суда. В среду, 30 мая, стало известно, что правоохранительные органы Швейцарии пришли в офис компании «Нордстрим», дочки «Газпрома», который управляет проектом «Северный поток». Больше важных новостей в Телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.